Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Гнатенко. Доброй ранецы. Инициативные группы протягнут сбор подписов за вылучшение кандидатов на посаду президента Республики Беларусь. Этот этап передвыборной кампании продолжится до 21-го жнивня уключна. Сбирать подписы могут выключить члены инициативной группы, и они имеют право на проведение пикетов. До речи напереда, днеподобные агитационные мероприемства уже отбылись во всех районах Гомеля. Подробностей в сюжете наших корреспондентов. Одным из наибольш массовых мероприемств по сбору подписов, что зараз начали проводиться в рамках передвыборной кампании, у Гомеля стала акция «Разом мы Беларусь». Пикет был организованный в советском районе. Его проведение супроводжалось насыщенной культурно-забавляльной программой, показальными выступлениями юных спортсменов, демонстрацией работ народных рамесников, яркими танцевальными номерами. Большость людей не обыяково ставилась до пикету. Многие подыходили и текавилися умовами сбору подписов о поддержке кандидатов. Инши одразу на месте вознашались со своим выбором. Были и те, кто выказывал свое меркование на кон того, якими якостями повинен володать потенциальный кандидат на посаду президента, якоя не хочет башить в будущем в Беларуси. Надежный, чтобы хотелось положиться на его, чтобы мы только росли и процветали. Хочется мирного неба в первую очередь для нас и наших детей, чтобы всегда с хорошим настроением вставать, идти на работу, быть счастливыми в этой жизни. Должен понимать, к чему могут привести его решения, там отдельные слова. Ну и понимать, в какую сторону вообще страна должна идти развиваться, с кем дружить, с кем налаживать контакты. Опять же, самое главное, не допустить никаких вмешательств со стороны в наши внутренние дела. Однозначно я буду голосовать за стабильность, и экономическую в том числе, потому что это самое важное для человека, быть уверенным, что завтра проснешься, и ничего не изменится. Не начнутся ни бомбежки, не будет никакого обвала денег, то есть можно спокойно жить и работать. Нагадаем, сбор подписов за вылучшение кандидатов на посаду президента Республики Беларусь протягнется до 21-го жнивня у Клюшна. Рабить это могут выклюшно члены инициативной группы, и они мают право на проведение пикетов. У населенных пунктов Гомельской области вызначены места, где пикетование заборонено. До приклада на территории Чигуношного и Аутовокзала. У городским пассажирским транспорте, на провокзальной площади и некоторых инших местах. У дозволенных пикеты могут проводиться с 8 ранницы до 10 вечера. У патрымку кожного потенциального кандидата повинно быть собрано не меньше за 100 тысяч подписов. Выборщик мая право поставить подпис у патрымку некольких кандидатур. Однако только один раз у патрымку одного и того же претендента. Нагадаем, что у Центра выборками зарегистрованы инициативные группы 8 кандидатов. Члены инициативных групп имеют соответствующее удостоверение, имеют подписные листы, имеют номер регистрации, регистрационный номер. И когда они будут общаться с избирателями, они обязаны представиться, предъявить удостоверение и сказать, кого из лиц, предполагаемых на выдвижение кандидатом президента Республики Беларусь, они представляют и, соответственно, предложить человеку принять решение и поставить свою подпись или не поставить. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель». У поселку Караневка Гомельского района почали вытворчасть новой для Беларуси продукции. Врачисты открытие первого украине завода по вытворчасти гидрозаляцинных материалов «Пенетрон» отбылось на передо дни. Гомельский завод – третий по лику УСНД. Самое великое предприемство группы компаний «Пенетрон Россия» находится у Екатеринбурга. Еще один завод в минулом году открыли в Казахстане. И теперь Беларусь. Выбор краин рабили, заходящих с экономичных интересов. Казахстан окно в Азию, а наша краина – в Европу. Здесь очень удобное географическое положение. Это и Украина, которая достаточно, скажем, сложно сейчас стала делать туда поставки. Мы продолжаем туда поставлять пока из России, но отсюда это будет гораздо удобнее. И поставки в Европу. Организовали вытворчасть «Хутка». От попередней домовленности с керовниством холдингу «Пенетрон Россия» до полной реализации проекта прошел усяго один год. Такий короткий термин – это отзнака высокой зацекавленности не только сбоку российского холдингу. Приход такого инвестора безумовно пойдет на корысть регионам. Очень здорово, что компания с таким брендом, компания с таким опытом, компания с такими инновационными технологиями обратила внимание именно на Гомельский регион. И понятно, что это не только приход капитала, это приход новых технологий, производственных, управленческих технологий, приход новых технологий в сфере сбыта и экспорта. Плановая могутность завода – 10 тысяч тонн готовой продукции в год. Это гахопить, как полностью забеспечить белорусский будовничный рынок якосной и эффективной гидроизоляцией для бетону нового поколения. Працовать предприемство будет амальцалком на белорусской саравине. Узмену забеспечивать працу в этой установке будут усяго три человеки. Любое производство – это в первую очередь качество продукции поставляемых. Качество могут обеспечить только обученные люди. Поэтому все сотрудники предприятия прошли обучение на заводе, который находится в городе Екатеринбурге. Гидроизоляция пенетроны до этого была добра знакомая на белорусском рынке. Теперь айчинные будовники будут выкористовывать пенетрон с адзнакой «Зроблена» в Беларуси. Максим Савин, Сергей Климович, телерадио «Компания Гомель». Компания IBA «Гомель Парк» – резидент парка высоких технологий – открыла в Гомеле новый будинок. Это просторный офис с надежными и безопасными сучасными телекоммуникационными и инженерными системами для комфортной працы и отпочинку супрацовников. На открытии офиса побывала Светлана Князева. Новый будинок одного из центров распроцовок ABA Group разместился побывал офисом компании, которая работает в сфере оказания и послуг уже не один год. Рабочие места тут обстреливаны по опошним словам техники. Есть добра оснащенная переговорная, тренинг-центр, покои от починку, спортивные и фитнес-залы. Гомельский центр у нас самый большой после Минского Республики Беларусь, поэтому понятно, что мы достаточно большое внимание уделяем развитию их инфраструктуры. Я убежден, что это будет достойное место работы, достойное тем проектам, которые они выполняют для наших заказчиков, как Республики Беларусь, так и для наших зарубежных заказчиков. То, что наши компании стали вкладывать деньги в строительство собственной инфраструктуры, это свидетельствует о зрелости индустрии разработки компьютерных программ и о том доверии, которое имеет и наш отечественный инвестор, и зарубежный инвестор к этому сектору экономики в Республике Беларусь. Зараз шмат супрацовников Гомельского центра распрацовок IBA Group складает 350 человек. Новое вытворшее помешкание различное на 200 працовных местах. Для Гомеля это добрая стартовая пляцовка для молодых специалистов, выпускников у тем лику гомельских ВНУ, яких тут чекаются на протягу ближайших двух годов. Процентов 95 наших работников это выпускники наших гомельских ВУЗов. Им не надо ехать никуда-то за границу, чтобы найти хорошую, высокоплачиваемую, престижную работу. Мы работаем здесь. Поэтому для них это тоже перспектива. Светлана Князева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Не смотря на тенденцию доросту беспрацовья и снижение колькости вакансий, ситуация на рынку працы в области застается стабильной. Об этом, по часу горячая линия, у промым эфиры «Радио Гомель Плюс» поведомил наместник старшини комитета по працы занятостей социальной обороны гомельского облавы канкама Александр Семеонов. На сегодняшний день у гомельским региональным центры занятостей насельничества зарегистровано 23 тысячи человек. За оптимизацией вытворчасти в боль за все потерпели специалисты сельско-господарчей и будовничьей Галины, а так само работники жильево-коммунальной господарки. Однако, как отзначил Александр Семеонов, на сегодняшний день узровень росту беспрацовья относно невысокий и складая 1,2%. Увогу листых, кто в этом году стал на улику Центр по працы занятостей, уже праца у Латкована 15 тысяч человек. Сейчас с нанимателями области заявлено в Государственный банк вакансий 3200 вакансий, это усредненная такая цифра. Если проанализировать по отраслям, то, конечно, больше всего заявлено вакансий в сельском хозяйстве, почти тысячи вакансий. Дальше подразделяется эта строительная отрасль. Сегодня в областном центре стартует традиционный сезон школьных базаров. На кермашах будут представлены разные споживецкие товары до школьного сезона. В этом году в областном центре будут працевать две постоянно дейучие пляцовки. Одна, размещенная, коля центрального рынка сбоку в улице Селянской, будет денечать аж до 10 вересня. Другая, коля Гандлёвага Дома Рэчицке с 1-го жнивня до 1-го вересня. Кроме этого, каждую субботу и неделю, начи с 8-го жнивня до конца месяца, кермаши по продаже школьных товаров будут организованы на площади Паустанне. У первой лизе чемпионата Беларуси по футболе отбылся матчи чергового тура. Рэчицца 2014 заступила Городей 0-1. Химик не смог взять очки у гульни со слонимом. Команда со Светлогорска проиграла с ликом 2-3. Гомель Желдар Транс у 14-м туры примал столичную звязду БДУ. У минулую пятницу гомельская команда провела непростую кубковую гульню с упроць Бабруйской Белшины. А тому у футболистов было меньше часу на отпочинок, чему соперника, який свой попередний матч провел 12 лепеня. Тренерский штаб Гомель Желдар Транса зарабил ставку на надзейную оборону и в острые контратаки. И этот план принес плен. На 30-е хвилине меньшане сбили у своей штрафной гульца гомельской команды. И арбитр призначил пенальти, який реализовал Яуген Барсуков. Про 2 хвилины оборона гостей знов дала сбой, яким скорыстався у сетой же Барсуков 2-0. На 53-е хвилине Станислав Нахимов дальним ударом довел перевагу господаров до трех мячов. Менчане смогли скоротить лик, однак чугуночники Амаль одразу отказали. Кирилл Шрейтер после осольного прохода установил кончатковый лик. 4-1 на корысть Гомель Желдар Транса. Очень много слезы тратили в кубке. У звезды был 10-дневный перерыв, то есть они планомерно готовились, а у нас тут, в общем-то, восстанавливались. Ребятки молодцы, перетерпели, на вал звезды перетерпели, реализовали свои шансы. И на этом наш ранешний выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнаценко. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова